Добрый вечер о спорте. Разговор начинаем. Спонсор программы Акционерное общество, Акционерный банк Россия, ипотека, потребительский и автокредит по выгодным процентным ставкам вместе с Россией. Этот выпуск с яркого хоккейного матча начнем. Сочи с победы начал очередную выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ. В Челябинске Леопарды обыграли трактор. В первом периоде гости забросили две безответные шайбы, во втором получили одну в свои ворота. В начале заключительной 20-ти минутки хозяева смогли сравнять счет. Затем соперники голами обменялись, но все-таки сильнее южане оказались. Они отличились еще два раза. 5-3. Юбилейная победа сочинцев в континентальной хоккейной лиге. Сочи с 100-й победой. Обменная дата по деталям. Мы хотели иметь шайбу. У нас была жажда к шайбе, жажда к голам. И очень многие ребята использовали сегодня это качество. Выездная серия продолжается. Впереди у Сочи еще три гостевых матча. Ближайшие уже завтра. В Екатеринбурге Леопарды сыграют с автомобилистом. Далее мы о спортивной гимнастике поговорим. Сегодня в Краснодаре началось первенство края по этому виду спорта. И в первый день соревнований мы решили разузнать, как они вообще проводятся. На что, например, обращают внимание судьи при выставлении оценок. В деталях разбирался наш корреспондент. Красиво, но опасно. Так выглядит со стороны каждое упражнение в спортивной гимнастике. Особенно страшно, когда смотришь за выступлениями хрупких спортсменок. На первенстве края соревнуются участницы от 9 до 12 лет. В этом возрасте деления на отдельные снаряды у гимнасток нет. Обязательная программа – вольные упражнения, опорный прыжок, бревно и брусья. Снарядовых упражнений много, но любовь юных дам достается только одному. Где есть любовь, там рядом бродит ненависть. Гимнастический снаряд может как приводить детей в восторг, так и стать для них ночным кошмаром. Бревно. Он самый страшный. Больше падаешь на нем. В общем, в спортивной гимнастике много того, чем можно пугать детей. Одна из страшилок – это правило. Со стороны порой понять, кто из спортсменов получит высокую оценку, невозможно. Однако из у специалиста разбор полетов звучит логично. У девушек, вот у них брусья, элемент выполняет, сорвался со снаряда, выполнил и упал. Потом заново продолжает выполнять. Вот снимается балл. Оказалось, что публика на спортивную гимнастику тоже ходит подкованная. Зрители и сами знают судейские критерии, и стороннему человеку их легко могут объяснить. Да, конечно, уже знаем. К примеру, на бревне за одно падение снимается один балл. Со скок, если неправильно. Еще одна страшилка из этого вида спорта – травмы. По интернету свободно гуляет видео, где гимнасты-профессионалы неудачно приземляются или получают повреждения при исполнении программы. Это, конечно, правда. Только переносить это на детский спорт и срочно забирать ребенка из секции не стоит. Врачи подтвердят. На 100% исключить по-любому не удастся. Ну, я думаю, тренера все равно проводят какой-то инструктаж перед выступлением, но я все равно и на тренировках тоже рассказываю спортсменам, как нужно правильно себя вести в той иной ситуации. Если ты упал, сорвался, как нужно сгруппироваться, чтобы избежать определенных травм. В любом случае, спортивная гимнастика – это очень красиво. На краевое первенство съехалось сотня юных гимнасток. Каждая привезла с собой неповторимый яркий костюм. Турнир только начался. Девичья грация на ковре и снарядах уже радует глаз. Еще успеют себя на соревнованиях и кубанские юноши проявить. А лучших из наших гимнастов в начале октября увидят ростовские болельщики. В городе на Дону пройдет первенство Южного федерального округа. Сергей Сорокин, Максим Герасин, Денис Гилев, Кубань-24, Краснодар. И еще несколько слов о спортивной гимнастике. О том, как она в Краснодарском крае развивается. О соревнованиях, которые проводятся, Ирина Гаврик, директор Центра олимпийской подготовки, нам сейчас расскажет. Это вид спорта раннего развития. Сложный вид спорта. У нас развиваются все группы мышц, все качества, которые могут быть. Прыгучесть, гибкость, ловкость, координация, артистизм. Все должны иметь дети. Найти, конечно, таких одаренных звездочек. Тяжело, чтобы в одном ребенке все это сочеталось. Но есть. Вот мы их отбираем. И в том, в которых сочетаются все эти качества, из них получаются спортсмены высокого класса. В крае сейчас гимнастика развивается очень хорошо, большими темпами. Если мы, допустим, еще лет 7-8 назад не могли на межрегиональных соревнованиях выиграть в Ростово, который только признанный лидер мировой гимнастики, то сейчас мы у них выигрываем. У нас появился мастер спорта международного класса. Это Дарья Скрипник, которая стала чемпионкой Европы среди юниоров в 2014 году. Она выиграла 6 медалей на фестивале европейском, олимпийском. Она чемпионка в упражнениях на брусьях. Как раз у нее брусья идут лучше всех. То есть она выступает на всех снарядах, а на брусьях она чемпионка России. У нас какого сезона и нет. У нас в июле соревнования всероссийские, а потом уже в августе. Поэтому вообще у нас такой круглогодичный. Вот летом чуть-чуть отдыхают дети. Зачем они отдыхают, мы возим их с горячим ключей из базы, на море вывезли на две недели с тренерами и все, опять в работа. В середине октября будут всероссийские соревнования «Золотая осень». Приедут дети со всей России. А вот дальше, после выступления на межрегиональных соревнованиях в Ростове, мы думаем, что мы попадем на первенство России. И в ноябре месяце первенство России – это самые серьезные соревнования для этого возраста в этом году. И по традиции в завершении выпуска рубрика «Герои недели» Спартак Гогнев, нападающий Кубани, с понедельника нам о себе рассказывает. И сегодня получается четвертая история футболиста. На тот момент я был в «КамАЗе», я забивал там три года по 17 мячей, у меня сложилась там хорошая карьера. Я бы «КамАЗ» тоже отметил к той теме, которую все-таки «КамАЗ». Я просто это как бы первый дивизион, из-за этого как-то, но все равно это было ярко. И на тот момент вышли на меня, да, разговаривать, начали в футбольный клуб Коснодар, они были в первом дивизионе, они ставили, они даже не ставили, можно так, задачу выхода в премьер-лиги, они хотели, там понималось, что будет что-то. Ну, когда придя в клуб уже, и когда увидел весь этот масштаб, что происходит, и в дальнейшем, что будет происходить, там было ясно, что команда, и даже тренера говорили, вот мы еще там пару-тройку лет сейчас обчешемся, типа, потом будем ставить задачи. По мне, так я сразу выразил, и сказал, что это будет топ-клуб, если оно так все будет. Ну, как это на данный момент сейчас есть, по большому счету, Коснодар – это клуб, в котором нет проблем, и финансовых проблем, они могут приобрести любого футболиста за любые деньги, если захотят. То же самое, какая школа, сколько для людей делается, поэтому это надо отдать должное. Очень голец, потому что он настолько много делает для города, для людей, для детей, в первую очередь. Ну, у меня там получалось играть, потому что практически там все победные мячи за полгода я забивал. Мы выиграли очень тяжелые матчи тоже, хотя и пятое место заняли, но опять-таки тяжело. Было много матчей, которые можно отнести в хорошие матчи именно у меня. Интервью «Спартака» в полном объеме можно будет в итоговом выпуске «Спортивных фактов» посмотреть в субботу, ну а завтра, в пятницу, то есть еще одна часть нашей беседы. Увидимся на этом же месте в это же время. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok